Михаил Захарович, первый вопрос про Анатолия Днепрова, с которым вы тоже были знакомы хорошо и дружны. Я помню описание вашей книги «Встречи в ресторане Садко» с Днепровым, которое на меня произвело замечательное впечатление. И первый вопрос, а были ли вы знакомы с Анатолием до эмиграции? Конечно, конечно. Он же был очень известный композитор, известный очень везде и писал много песен для вокально-инструментальных ансамблей. Все, что касается его эмигрантского творства, она такая более, скажем, свободная эстрада. Она появилась позже, когда он уже оказался там. До этого он писал здесь песни, он написал «Веточка рябины», которую пела София Ротару с успехом большим. Он написал песню, допустим, была такая «Стучат колеса» где-то, «Стучат колеса» где-то, «Стучат колеса», где-то она. Очень тоже, я не помню кто, то есть Толя «Синяя птица», но кто-то ее исполнил так очень хорошо. Мы были знакомы, и я Толю провожал практически. Я помню тот вечер, когда мы собрались у Нины Бродской дома. Они уезжали вместе, как-то так вот, в одно время примерно. Там был рояль. По-моему, у Нины Бродской, я боюсь ошибиться. И были проводы, там было много людей. Там был Левенбук, потому что Левшиц в то время уже уехал. Там был я сюда выдачу, он пришел тоже провожать. Там были Йошка и Рахимов, которых были отказники, их никто не отпускал. Там был Алик Писаренков, который живет в Нью-Йорке. Такой конференция знаменитая. И Толя играл, и все выпили там. Он играл на рояле, пел такие пронзительные песни, такие просто мурашки, мороз покожевал. Он прощался с Россией, как будто он прощался со своей жизнью. И я даже ему говорю, Толик, может тебе не стоит уезжать, ты настолько поешь проникновенно. И настолько я верю в это, что я не знаю, зачем ты оставляешь тогда все это. То есть его любовь безграничная к этой стране. Ну, наверное, не к этой стране, а вот я имею в виду не режим. Вот так он уехал, как на такой волне мы с ним простились. Очень грустно. Нина уезжала с семьей, полная силы, и Нина Бродская полная каких-то надежд. А он очень тяжело как-то себя чувствовал. Да, ну, мы с ним были знакомы таким образом. А можете пересказать вот этот случай в ресторане Садко, когда он вам сказал, что у меня контракт с тем, с тем, с тем, на такси пока не бросать? Ну, да. Во-первых, это был его день рождения, ему, по-моему, 30 лет исполнилось тогда. И я пришел к Вадиму Косинову, это был барабанщик, у которого я жил на квартире, несколько дней, когда я приехал только. И я смущался, и там я вижу, люди собираются за столом. Я сел около сцены лицом к сцене, спиной к залу. И потом, когда меня, пока музыканты собирались играть, меня под ко мне подошли, говорят, там вас приглашают, там ваши знакомые, друзья. И когда я повернулся, я увидел, что там, значит, сидит действительно за столом масса людей, которых я знаю. Я пришел, Толик пригласил меня к себе. Это был его день рождения. Там был и Сичкин, мы его звали, дядя Боря Сичкин. Там было несколько человек, Нина Бродская. Он очень болезненно переживал какую-то, ну, скажем так, не то чтобы невостребованность, но, ну, скажем, понижение статуса, что ли, вот так. Потому что, когда он был здесь, он был композитором. Наравне с Добрыниным, с Антоновым он писал песни. Его песни пели певцы, певицы. Все, была широкая аудитория. Он не смог пережить того, что аудитория очень сузилась. Выхода на большую аудиторию целой огромной страны, которая была здесь у него в руках, такого выхода не было. Аудитория Элеграндская очень своеобразная. Она мала, она скупа на похвалы, она занята всегда, эта аудитория, своими собственными делами и заботами о своем благополучии. Поэтому ему это было непросто. Я, если, например, ехал сюда, я был готов, в принципе, перестать заниматься музыкой. Я думал о том, что если я даже смогу и должен буду водить, например, большой грузовик, я это буду делать. Буду делать так же хорошо, как я делал все остальное. Но я заставлю себя, мне это необходимо для жизни. Я ехал сюда, туда в смысле. Я ехал не работать, а я ехал жить. Независимо от того, кем я буду работать. Непровкомпозитор, творческий, более, наверное, тонко и остро переживал то, что он ехал туда не работать, а творить. А получилось, что ему надо было работать. И работать ему приходилось на такси. И это тяжело. И он пытался, он в каких-то американских студиях что-то записывал. Он писал песни на английском языке, что было совершенно недопустимо и непонятно зачем. Потому что никто из них никогда в жизни не поймет нас, о чем мы пишем. И стихи его, которые он писал по-английски, они были тоже наивны по-детски. И даже мы, иммигранты, на своем уровне, на таком достаточно низком языковом, понимали, что это никогда там не будет востребовано. Он очень переживал в душе. И поэтому, когда в ресторане мы сидели с ним за столом, и я говорю, ну как, у тебя все хорошо? Он говорит, да, я сейчас, сейчас вот я тут, я в студии записался, вот у меня песня. Вытащил сразу мне такую кассетку, там было, там было «Хавар Ю Толля», «Толли», так он себя называл, «Толли». И это вот, говорит, демо, послушай, возьми домой, послушай, тебе понравится. И записано супер, музыканты лучшие здесь. Все. Я говорю, а какая компания? Он говорит, компанию пока никакая не взяла, но мой, как бы, адвокат и занимается этим. Я говорю, ну а еще что? Он говорит, ну вот, да нет, ну у меня сейчас, сейчас приглашает меня Легран, Мишель Легран, писать вместе с ним. Я европеец, мы будем там европейскую музыку, я поеду во Францию. Я говорю, слушай, ну а ты живешь-то с чего? Он говорит, ну на такси работаю. Я говорю, а зачем на такси-то, когда ты, у тебя же вот уже все, вот уже Легран, это вообще. Ну, он говорит, адвокат сказал, все что угодно, такси пока не бросай. Ну, мне это было понятно, наверное, хотя и непонятно, поскольку я был всего несколько дней в Америке. И я не представлял себе, как можно быть, ну, считать себя композитором, писать песни, записываться в американских студиях, даже если это и успешно ты делаешь. Да, и при этом работать на такси. Оказывается, ничего страшного в этом нет, потому что есть масса актрис, которые, а не актрисы, но они ходят на все пробы, они приходят на какие-то, на кинопробы, в театры, в кино. И при этом они работают официантками. Или в каких-то ночных дискотеках, там, танцуют они. Ну, вот, потому что нужно зарабатывать просто тупо, банально, на хлеб. Где может заработать композитор из Москвы с амбициями композитора, кроме как не на такси? Только на такси в Нью-Йорке, только на такси, или в русском ресторане. Михаил Захарович, а вот как Вы объясните такое, так сказать, противоречие? Его песни «Радовать», «Звезды на лугу», они заказывались, вот, по вспоминаниям старожилов Брайтона, там, по 20 раз за вечер. А пластинки, которые Днепров сделал Мадилевскому, там, Марку Грушко, это все было вот в молоко, что называется. Вот, отчего так? Авторские пластинки, да. Ну, вот, его песни они пытались петь. Я просто не помню этих альбомов. Это были альбомы, целиком состоящие из песни Днепрова. Это была ошибка. Это была ошибка, потому что он не был таким любимцем в эмиграции. Там никого не было любимцев, потому что он только приехал, он только начинал. Его должны были полюбить, его должны были захотеть купить пластинку с его песнями в исполнении только одного Анатолия Мадилевского. Представляете, это два очень тяжелых, трудных процесса. Продать одного исполнителя, который поет песни одного автора. Для этого нужно, чтобы песни были все точно в одни ворота, как говорится, сделаны. И чтобы они были записаны здорово, и чтобы исполнитель тоже любила вся эмиграция. Узкая, маленькая аудитория, которая должна купить одну пластинку или кассету, из нее сделать 25, раздать всем своим родственникам, а кое-кто и продать. Поэтому там это непросто, и поэтому успех... Как же это, как есть поговорка? Да, эта пластинка обречена на успех. Но, к сожалению, они не рассчитали вот этот момент. Не надо было писать авторскую пластинку Днепрову Магилевскому. А Днепрову авторскую пластинку нужно было сделать, состоящую из разных исполнителей. Тогда коммерчески это было проще бы как-то продать. А последний вопрос про Анатолия Днепрова. Таня Лебединская в пародии «Могучая кучка» обозвала его обладателем колоратурного сопрано. Как вообще публика реагировала на его высокий голос, такой необычный для мужчин его комплекса еще? Ну, реагирует же публика до сих пор на голос, скажем так, Преснякова. Правда? Очень высокий. Особенно тогда, когда он пел вот эти первые свои песни, там, Зурбаган, я его послушал случайно в машине, услышал. Я просто не мог понять, как это можно было тогда слушать. Тогда это было нормально. Днепров, он очень надрывно пел, не важно, что он пел высоко, он очень надрывно, очень праздительно. У него очень много было боли в голосе, боли душевной, человеческой. Я считаю, что воспринимали его нормально. То, что сказала Таня Лебедина, ну, я вообще считаю все эти пародии, все это такой глупостью, на мой взгляд. Таня очень талантливая девушка, она талантливая поэтесса, и она должна была заниматься этим серьезно. Но они как-то с братом искали какие-то другие пути, находили их. Я не думаю, что это войдет в историю эмиграции, эти произведения. Не надо, нас мало, давайте по-доброму друг о друге. Не надо, или по-хорошему, или никак, потому что нас мало, и нам есть что сказать друг о друге. То ли тяжело переживал, и то ли первый из нас всех сумел перевороть себя и вернуться сюда. Он ездил в посольство, в Вашингтон, он просил, он стоял в какой-то очереди, там, в общем, его сюда отпустили. Я не знаю, как его судьба складывалась здесь, как он развивался, пока я был, пока я жил в Америке. Но, судя по всему, нормально. Михаил Захарович, оставляем по персоналию Днепрова. В 87-м году вы записали альбом «Белый аист», названный по одноименной песне «Булат Шалыча Куджава в памяти Высоцкого». Это прозвучало, вот я помню свое ощущение первое, но настолько мощно. И даже она затмила у меня на какое-то время, хит кричмара «Пахнет морем», там масса вообще шикарных вещей. Но вот «Белый аист» прозвучал. Вы встречались с Булатом Куджавой? Никогда. Но его песни вы наверняка услышали еще в конце 50-х годов, практически ребенком. Я его песни знал практически совсем ранних моих лет. И я ходил на концерты, я как сейчас помню, мы ходили с ребятами в Лужники. Тогда он собирал Лужники, огромный дворец спорта Лужники. И вот там он выходил на сцену, один пел целый концерт. И мы слушали все эти песни, и мы знали, и люди пели вместе с ним во дворе, где каждый вечер все играло радиола, или там про Ленку Королева. Вообще все эти песни, которые «Последний троллейбус», они были такие московские. Мы еще не понимали, что в них такое, откуда это ностальгия, откуда это такая боль и любовь, откуда это все. Но мы не слушали это, мы понимали уже тогда, будучи пацанами, что это что-то другое. Это что-то, что не всем дано оценить, не всем дано понять. Не то, чтобы дано, а разрешено. Потому что это в общем было, уже тогда чувствовалось, что это все-таки вопреки линии партии правительства, созидательной линии. Поэтому Ахуджава был для меня кумиром. И, конечно, я очень жалею, что мне никогда не лилось с ним увидеться, но он был великий человек, великий поэт. И я... У меня, особенно в то время, была достаточно заниженная самооценка. Я увлекался немножко другим, я играл в джаз, я какие-то знал там какие-то песни, я работал там, здесь, в Магадане, еще где-то. Но он был где-то там, наверху, в небесах. Так же, как и Высоцкий. Хотя Высоцкий был проще, я лучше знал его творчество. Я его встречал. Ну, мы не были на короткой ноге, но я встречал. И для меня Высоцкий был попроще. Он был попроще, как человек. Вот я его представляю, его творчество было для меня проще. Оно очень глубокое тоже, но оно более народное, что ли, так. Массовое, да. Страница Куджава. А Куджава, его нужно думать. Его нужно слушать и думать. И когда появилась песня, когда я услышал песню эту о Володе Высоцком, где песню придумать хотел, я просто, она меня так тронула до глубины души. Это была кассета, какая-то попала в эмиграцию, она затертая. И вот он пел там на сцене тоже где-то, в каком-то клубе о Володе Высоцком. Ой, потрясающая песня. И я ее, я так, я почувствовал себя им. И я захотел от его имени спеть. Но вот он сочинил, а я хотел еще спеть. И дать какую-то музыкальную конвой этому. И в нее вложить какой-то еще более глубокий какой-то драматизм. И оно получилось, в общем, потому что при скупости всей этой аранжировки там есть некоторые краски, которые подчеркивают текст. Это и есть главная задача продюсера, аранжировщика. Не реализовать себя как таланта, музыканта, а реализовать песню. Вложить в нее все, что можно, но очень лаконичными средствами, чтобы ни в коем случае не отвлечь от самой песни, от самого текста, от стихов. Песня, это как раз вот странно такое стечение обстоятельств. Несколько дней я об этом тому назад просто думал об этой песне. Почему я не пою в концерте? Она действительно, она очень глубокая. Именно концертная. Не для вечеринок, не для корпоративов. Она именно в концерте прозвучала бы так, что я собираюсь ее восстановить. И, наверное, буду сам петь ее скоро. Это лучшая новость. Спасибо. Михаил Захарович, однажды, беседуя с Натальей Ивановной, она упомянула, что вы чуть ли не были ребенком на концерте Вертинского. Это правда? Нет, она не знает. Она запуталась. Как я мог быть у Вертинского на концерте, когда он вернулся? В 43-м. В 43-м он вернулся, я родился в 48-м. Да, ну он в 56-м еще, последний концерт в Судрии у него был. В 56-м мне было 8 лет. Да, ну мало ли. Нет, нет. Я не был на концерте Вертинского. Я с детства просто... Папа пел все его песни. На гитаре играл. Например, доченьки, доченьки, доченьки мои. Как-то немножко по-своему, не так, как Вертинский. Я просто помню, как папа пел. А потом я слушал уже пластинку Вертинского, которая вышла. И он пел. И нежно играли. Что-то такое. Подвальц отдаленный, гавайская гитара. Короче, папа мой пел песни Вертинского все. И играл их на гитаре. Я их все помнил. Потом я просто садился за фортепиано. Это уже было позже. И сам их пел, подражая Вертинскому, а больше подражая тому, как палет мой отец. Вот. А я думаю, что нам, мне даже было неудобно, теперь мне неудобно, что я пел когда-то песни Вертинского в манере своего отца. Потому что такого, как Вертинский, нельзя менять. Нельзя ни в коем случае. Так же, как Высоцкого. Мне до сих пор неудобно. Меня спрашивают, что вы не сделали альбом Высоцкого? Ну, глупости. Зачем я буду делать альбом? Это все равно, что почему Вы, типа, не сыграли первый концерт Чайковского? Ну и Ван Клайберн сыграл, и там еще много людей. Почему я должен его сыграть? И то не тот прием, не тот пример. Нельзя Высоцкого переделывать. Нельзя. Потому что он один в своем роде, и другого такого не было. Можно пытаться, можно пробовать, но это обречено. Так же, как нельзя было переделать Вертинского, потому что это некая, это совершенно другая вообще позиция в жизни, это другой уровень, это другой полет. Это другой полет. Человек здесь не пел, он жил там. Так же, как Высоцкий, он и Акуджава. Он жил там в этой песне, он был там самим собой, он только там и жил, наверное. Так и Высоцкий, так и Вертинский. Поэтому все песни Вертинского я понимал, я их слушал, я их любил беззаветно. Я вдумывался в эти стихи, в эти слова, я думал, почему это такое щемящее, такое больное такое, вот это чувство какое-то этого человека, который поет откуда-то из издалека. Я понимал его судьбу, и то, что его так долго не впускали обратно в страну, куда он хотел вернуться в самое тяжелое время для этой страны, и то, что мне рассказывали впоследствии, что ему пришлось уплатить большие деньги еще, чтобы сюда вернуться. Я не знаю, правда это или нет. Савченко, биограф, он писал биографию Вертинского. Он мне рассказывал еще другие вещи, что он был в КГБ на каком-то собеседовании, и он видел портрет Вертинского, висевший на стене рядом с другими портретами. Я так и не узнал, ну вот, поглубже этого всего, в какой связи он там висел, портрет Вертинского в КГБ, я даже не очень, может быть, в это поверил. Хотя, они могли сказать, ты будешь с нами сотрудничать, и тогда мы тебе разрешим приехать. Но даже если бы он согласился сотрудничать, что мог Александр Вертинский, великий артист шансонье, что он мог? Вот шансонье, вот это слово, в первую очередь, на мой взгляд, подходит к Вертинскому. Вот в первую очередь, не к Булату Шаловичу, не к Владимиру Семеновичу Высоцкому, даже не к Шарлю Азнавугу. Хотя, я прошу прощения, я прошу прощения. У меня интервью сейчас, не вешай трубку, не вешай трубку. Танечка, возьми мне телефон, пожалуйста. Алло, сейчас, секунду. Пока мы не включились, я хотел бы сказать, что вы поете одну вещь Высоцкого, да, за меня невеста отрыдает честно. И вот честно сказать, я бы хотел, чтобы вы, допустим, записали. Ну вот. Потому что, ну как вам сказать, люди не просят просто людей сделать это, да, они просят людей, которых получается делать это. Спеть по-своему, да? Очень большая ответственность. Согласен, но там можно по-разному относиться, как Лев все это сделал. Но то, что, ну на мой взгляд, да, то, что там есть несомненные находки, конечно. Безусловно, но нужны ли находки в творчестве Высоцкого? Конечно. Знаете почему? Потому что у каждого поколения свой звук. И если вы воспринимаете его под гитару нормально, то людям, которым сегодня 20 лет, вообще это не воспринимается никак. Я спел, да, за меня невеста отрывает честно. Я спел ее, спел по-своему. Я никак Высоцкому так не подражал. Абсолютно. Она шикарно прозвучала. Она, да, она тронула. Но вот мне некоторое время было стыдно. Не, вам вообще, по-моему, стыдиться не за что. Я знаю, я так устроен. Я бы не решился. Я вот так могу, вот, вкраплениями спеть одну песню. Как трибют. Как, как, вот, 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 Акуджаву я спел. Ну, это, там и Высоцкий Акуджава. Вот. Вертинского, Вертинский, ну, он не автор. Он некоторые песенки сам додумывал. Он практически делал это так же, как делаю и я. Додумывал, досочинял, дообрабатывал, доперерабатывал. Но это не его были песни. Поэтому его песни, в принципе, петь можно. Потому что они не его. Но тогда нужно совершенно по-другому это донести до людей, чтобы это и, в общем, не было никаким напоминанием о Александре Вертинске. Потому что иначе это глупо пытаться с ним соревноваться. Это все равно, что разбежаться головой об копичную стену. удариться. Это смешно вообще. Вот. Глубочайшее впечатление произвел на меня он. Я, ну, как я пел? Я же не пел. Я музыкант. Я делал маленькие легкие пародии для себя. Я пел там. Папа слушал там. Слушали все. Но как-то я не пел. Я сейчас работаю над воспоминаниями, ну, над биографией Юрия Морфеси. И раз слушаю материалы, я понимаю, что вы поете не за днями катиться, на последнюю пятерку. То есть это вот с тех пластинок. Они в доме всегда у вас были, да? Да, были, но я мало слушаю пластинки, я больше слушаю, как папа поет. И должен признаться, что, в общем, то, как я пою, это, в общем, поет мой отец. Это не я. Я взял от него эту манеру. Позже я ее усовершенствовал в силу того, что моя практика вокальная стала преобладательной моей практики музыкальной. Я, ну, стал применять какие-то приемы сознательно и менять каким-то образом свой голос в более зрелую какую-то линию. Но то, что я пел в начале первые годы, это был, это вот мой отец, сто процентов. Вот он так пел, я просто это впитал с молоком, с молоком матери. То есть, вот с его игрой, с его на гитаре, с его манерой пения. Да, все эти, конечно, песни мои с детства я все их знал. И потом, когда стал старше, я и... Я работал в ресторанах, я аккомпанировал их разным певцам тоже. Поэтому это всегда было для меня, ну, чем-то таким очень весомым и важным. Вот, Бертинский, безусловно, вот он на меня огромное влияние оказал. Не творческий, а человеческий. Потому что это такая фигура могучая. Это такой вообще... При всем его эфемерном, вот таком кружевном его голосе, манере, его судьба в ней прослеживается такой вообще. Это надо быть... Я даже не знаю, каким человеком надо быть, чтобы через все это пройти и еще попытаться и вернуться обратно. И он ездил с концертами по всей стране. И я читал всякие его интервью. И он говорил, что... Странно, что... Я приезжаю в город, все билеты на концерт проданы, но ни одной афиши в городе я не увидел. И это очень странно. Бертинский приезжал в город, выходил в зал, который был переполнен, билеты все были проданы, пел. И после концерта говорил, этот город так хорош. Он хорош тем, что здесь есть вокзал, можно сесть в поезд и уехать отсюда навсегда. И никогда больше не возвращаться. Вот такой текст смешной, но... Вот такой Бертинский. Последний вопрос, Михаил Жахарович, про Алешу Дмитриевича. Его песни... Еще же до вашей эмиграции, наверное, пластинка эта стала ходить, так, пресловутый белый альбом. Вот как вы с ним... Ну, я знаю хорошо альбом, который был... Это был Юл Бринер и Дмитриевич. Мы про этот говорим, альбом, да? Где они вдвоем были. Сначала вдвоем, а потом Шемятиному сольный записал альбом. Да, Шемятин записал сольный. И там даже, я вот помню, музыкальный руководитель был, болгарин какой-то, да? Константин Костя. Казанский. Казанский, да. Интересная штука, да. Юл Бринер был потрясающий человек, конечно. Совершенно. И эта пара... Эта пара... Я не понимаю, почему... Торик полотно вместе с вот Федей Кармановым не делают таких вещей. Это настолько вот на ладонях, прямо это вот на поверхности лежит. Они могли бы так здорово посвоить в сегодняшнем дне. Юл Бринер с таким голосом мощным. И Алеша Дмитриевич такой, ну, скажу жаргонное слово, прикольный. Он прикольный был. И он... А на самом деле он давал такого духа, что без него, возможно, Юл Бринер был бы просто банальным там... Бритон. Вот и все. Алеша Дмитриевич... Вообще непонятная... Непонятная фигура. Многим непонятная. Ну, известно только одно, что он все-таки из какой-то цыганской семьи происходил. Но... Даже вроде как не из России. Я мало о нем знаю. Именно о нем. Я слушал очень много его записей, пластинок. И они очень щемящие. И очень пронзительные. И очень иммигрантские. Хотя я понимаю, что... Он с душой цыганской просто летел по жизни. А на самом деле переживать об оставленной родине ему не стоило. Потому что ее и не было оставленной родиной. Но когда он пел «До свидания, друг мой, до свидания»... Это невозможно спокойно слушать. Это... Откуда эта боль человека, который, наверное, слово «родина» не знал? Ну, вот... Ну, вот... Вот так. И я... Я его видел жильем в ресторане Одесса, когда его привезли выступить. Он уже был совсем немолодой человек. Его привезли, по-моему, из Парижа или куда-то из Цюрика. Я не знаю. И на сцене ему поставили стул, поставили микрофон, гитару. Он вышел на сцену. Потом он сошел с этой сцены. Он был в кипарике. Вот в таком пиджачке, в сапожках. В каких-то штанах заправленных, с гитаркой. Он подходил к каждому столу, ставил ногу на... Вот ты сидишь, а он ногу под тебя. Раз так. И играет. Вот этот бой потрясающий, его звон, вот этого... Его гитарный, его ничем нельзя сравнить. Он настолько запоминается, вот эта его манера экспрессивная. И боль в голосе, и такая безысходная тоска, перемешанная с каким-то вот... Эх, разгуляй! В хорошем смысле этого слова. Вот такой, Леша Дмитриевич, да. И после этого он через какое-то время его не стало. Очень, очень колоритная личность. Очень колоритная. Я сейчас... Мне рассказывали такую историю. Я даже не помню, кто мне рассказывал. Когда вот я оказался в Париже, и я был с женой и с сыном со старшим. Я говорю, о, мы приехали поздно. Это было интерконтинентальная гостиница, 96-й или 5-й год. Я говорю, ничего, сейчас мы погуляем, пойдем. Здесь Максим рядом. Мы пришли в ресторан Максим. Мы заходим, там бархат. Ничего русского, близко даже нет. И стоит такой метродотель такой. И я заглядываю в зал, там играет джаз, саксофонист. Я говорю, это Максим. Он говорит, yes, это Максим. Я говорю, это оригинал? Это настоятель? Он говорит, да. Я говорю, разве это не русский мигрантский ресторан? Я со своей наивной, глупой. Он говорит, это никогда не был русский ресторан. Я не мог понять, что же происходит. Я ему говорю, ну как, есть же такая песня. Пойду к Максиму я. Там ждут меня друзья. Это разве не про это? Он говорит, sir, I don't know what you're talking about. То есть он даже не понимал, о чем я говорю. Оказывается, Максим этот никогда не был рестораном Максимом. И такого вообще ресторана не было. Я так понимаю. Распутин. Наверное, наверное. Но вот этот Распутин, он был где? В Париже тоже, да? Мне рассказывали, что в одном из этих ресторанов пел Леша Дмитриевич. И Валя Дмитриевич. Они там выступали. И кто-то еще с ними. И там сидел Любимов в сале. И он там, ну, с кем-то сидел. И вдруг пришел Высоцкий. Пришел Высоцкий с компанией подгулявший. Подгулявший сели за стол. И он увидел тоже Любимова. Они же были как-то вот в какое-то время, ну, не дружили. И Высоцкий стал гулять еще больше. Он вытаскивал деньги и бросал вот так их. И Валентина Дмитриевич, такая полная, крупная женщина. Леша был просто танцором. Он играл на гитарке и танцевал. Она подходила и ей Высоцкий закладывал туда вот. Закладывал эти деньги, деньги бросал. Потом, когда был перерыв, взяли... Я не помню, где это я читал. Но это отложилось в памяти. Они взяли эти деньги, стали собирать официанты там на полу и понесли все за кулисы. И ей Леша Дмитриевич говорит, ты знаешь, кто это? Это Высоцкий. Отдай все деньги. Отдай. Верни. И она с треском как-то, ну, не знаю, но отдала все эти деньги. Он пошел, ему положил за стол, поклонился и принес ему все эти деньги обратно. Такой был Алеша Дмитриевич. Удивительный человек, которому, казалось бы, кто для него Высоцкий, да? Ну, кто? Ну, великий русский бард. Ну, ему-то какая разница, да? Ну, он просто был музыкантом в кабаке в Париже, танцевал, играл на гитарке и подпевал. Вот. Вот такая судьба человека, который, да, который... Наверное, шансонье он настоящий. Вот такой вот. Вот один такой. Вот он такой.